Здравствуйте, дорогие школьники! Вот я, как член жюри прекрасного конкурса «Маленький герой большой войны», хотел бы к вам кое с чем обратиться. Но я же не один в студии. Кто хочет стать миллионером? Глянем со мной, Борис Юрьевич Грачевский. Я уж попросил его тоже к вам обратиться. Я тоже с удовольствием присоединяюсь. Потому что ведь все ваше детство вы смотрите «Яролаш», а вот перед вами как раз тот, кто «Яролаш» придумывает и делает. Я хотел бы вам сказать, знаете ли вы, что 300 тысяч детей и подростков участвовали в Великой Отечественной войне? Многих мы знаем, но скольких же мы так и не узнали. Поэтому крайне важно, чтобы вы зашли на сайт «Детегерои.ру», почитали бы книгу «Маленький герой большой войны» и обязательно поучаствовали бы в конкурсе. Вот, Борис Юрьевич. Я обращаюсь ко всем ребятам. Поверьте, все дальше и дальше уходит эта война, которая была и столько пострадали. Но так важно те ребята, которые кто-то отдал свою жизнь, а кто-то просто совершил подвиг. Иногда маленький, иногда огромный. Поэтому чем больше и лучше вы напишете, тем лучше. И вы наверняка тогда победите. И это будет для всех здорово. Поэтому давайте, дерзайте, пробуйте, и у вас обязательно получится. Очень важно, дорогие друзья, что вот фонд Оксаны Федоровой проводит такую вещь, и у вас есть возможность прислать сочинение, прислать рисунок, прислать фотомонтаж, да даже маленькую видеозаметку о том или ином вашем сверстнике, который поднялся на защиту нашей великой Родины. А на конкурс мы с вами должны прислать все это до 8 апреля. Зайдите, пожалуйста, на сайт фонда Оксаны Федоровой, почитайте, как это надо сделать. Если вам папа или мама поможет, в общем, будет и хорошо. Главное, еще одно имя, еще одна звездочка будет зажжена в пантеоне вечной славы героев Великой войны. Ждем ваших работ. Мы ждем от вас интересных и ярких, талантливых работ.